Если вы любите, то в этот момент вы все прощаете. Страдания возникают тогда, когда вы зацеплены за то, чтобы вас поняли. Ваша задача – нести ответственность за то, что вы уже взяли на себя. Это нелегко может быть. Вы обладаете всеми ресурсами во Вселенной, вообще абсолютно всеми. Нет никаких ограничений, за исключением тех, которые возникают у вас у самого, ну, в сознании. И в крии-йоге мы добиваемся того, что наш спинной мозг становится мыслящим, так же, как и головной. Это и есть эволюция. И в этом состоянии для вас уже не составляет труда сделать или не сделать то, что вы не должны. Когда ставишь себе цели, в процессе пути получаешь опыт и достигаешь результата. Как не привязываться к результату? Это не является привязанностью, потому что вы к этому совершенно спокойно относитесь. У вас нет эмоциональной зацепки за то, чтобы это было именно так, как вы хотите. Потому что каждый раз по-другому. Вы смотрите в калейдоскоп, детская игра. Вы повернули, и вам очень сильно понравилась мандала, которая возникла из всего лишь нескольких стеклышек. И в следующий раз говорите так, я хочу ее еще раз, а ее уже никогда не будет. Просто реально никогда не будет. Что-то похожее будет, очень близко похожее, но такого точно никогда не будет. Это миллиард из миллиардов. Или один из миллиардов, неважно. То есть речь идет о том, что в этом состоянии вы можете сказать, вот жалко. А оно такое красивое было. Ну ладно, это тоже неплохо. Понимаете? Вот это и есть привязанность к результату. Зацепка возникла. А если вы говорите, а мне интересно, что дальше? А дальше? А дальше? Это всегда новые состояния, и вы предыдущие уже просто для себя не фиксируете. Вы как опыт их храните в хрониках вашей, допустим, там, вселенной. Оно есть. И вы благодарны этому. Но у вас нет желания вернуть прошлое в настоящее. Потому что есть всегда новые состояния. Понимаете? Это эмоциональная привязанность. У вас не включаются здесь эмоции, чтобы именно было так, как вы хотите. Потому что всегда по-новому. Есть люди, которые формируют так. Я приду к ним, я скажу вот так. Они обрадуются, все будет хорошо. Вот. И вот человек идет, я прям настроен, вот мне хочется, чтобы именно так было. Он приходит домой или в гости. И ждет, что его примут так, как он... То есть система ожидания, она не срабатывает. Тут человеку позвонили, там что-то случилось. Он говорит, слушайте, извините, мне надо быстро уходить. И все. Облом. И человек начинает страдать. Как же так? Я готовился, а меня не приняли. Почему для него важнее та ситуация, а не эта? Я же пришел или пришла в гости. Это просто бытовуха, я рассказываю, как пример. И у человека начинаются страдания, потом обиды и все такое. Они расходятся, не дай бог. А у человека действительно произошло что-то, что являлось очень важным для него. Потому что у него там зацепки есть. А духовный человек что в этот момент говорит? Страдания возникают тогда, когда вы зацеплены за то, чтобы вас поняли. И это правильно. Вы обладаете всеми ресурсами во Вселенной. Вообще абсолютно всеми. Нет никаких ограничений. За исключением тех, которые возникают у вас у самого, ну в сознании. Ну в лице вас я сейчас всем рассказываю. Если у вас есть ограничения, либо есть желание, и оно недостижимо, как кажется, значит есть уже зацепка. Тогда вы говорите, что да, у меня есть эта зацепка. Но она не мешает мне двигаться по жизни и быть свободным. Поэтому я благодарен и отпускаю ее. И все. И так просто привычку, возьмите за привычку делать так всегда. Что если в семье один развивается духовно, а второй нет и никак это не принимает? Мое мнение, что вам дается возможность получить опыт определенный. И этот опыт связан не с тем, что вы найдете способ интеграции крио-йоге в вашу семью, да? А именно то, что называется пробуждение сострадания к этому человеку. Безусловной любви элемент сострадания, да? Сострадание это элемент безусловной любви. Если вы кармически с этим человеком связаны, вы не можете его бросить. Как вот есть фильм «Коней на переправе не меняют», говорят, да? Но это грубое сравнение, но тем не менее. Вы способны как более, скажем, мудрое явление, как мужчина, а мужчина более творчески выражен. Это не значит, что женщина не обладает творческими способностями. Но вы, как руководитель этого проекта, да, семья, способны найти способ, как, сохранив свою духовность, приумножив, сделать так, чтобы создать условия для развития на ее уровне сознания. Это не значит, что она должна тоже заниматься крио-йогой. Может быть, она хочет шить, может, она хочет просто гулять, наслаждаться природой, там разные же формы есть. Вы, как духовное существо, что такое духовность? Это создание условий, хороших условий. Хочет она развиваться в своем направлении? Пусть развивается. Но вы находите время и для своего развития. То есть ваша задача — нести ответственность за то, что вы уже взяли на себя. Это нелегко, может быть. А знаете, почему нелегко? Это не трудно, на самом деле, но нелегко. Потому что вы рассматриваете это с позиции личности, которая все-таки хочет добиться того, чтобы... Это хорошее желание. Потому что вы понимаете, что это ей поможет, но у нее есть свой выбор. Она хочет заниматься или жить именно так. На сегодняшний момент. Поэтому, если хочешь иметь, откажись. Просто оставьте и создайте ее условия. Хочет она жить так? Пусть живет. Пусть она свою дхарму выполняет, как жена, а вы выполняете свою, как супруг. Этого достаточно. Но ваша духовная практика, ваша трансформация, хочет она того или нет, все равно будет на нее влиять. Потому что ваша энергия намного сильнее, чем ее. Вы мужчина, вы руководитель. Вы главный в семье. Поэтому дайте себе возможность немножечко потерпеть все это. И не цепляйтесь за отношения. И не цепляйтесь за результат, который вы себе выстроили. То есть, если вы будете заставлять давить, то будет противодействие. У вас сейчас тоже поменялось отношение. Не заметили это? Потому что у вас поменялась аура. А почему? Сердечный центр стал работать. Если вы любите, то в этот момент вы все прощаете. Ментальный план опустите в сердце и через сердце с ним общаетесь, с этим человеком. Какая разница, чем он занимается? Если вы его любите, дайте ему возможность. Через какое-то время он придет к вам. Более того, будет еще так, что он будет вас поучать, этот человек. Все возможно. Ну, а расходиться – это самое простое и неправильное. Нет в этом смысла. Вам придется просто заменить одно другим, и вы с другим человеком то же самое. Не доработав здесь, вы на одни и те же грабли. Это серьезный вопрос, на самом деле. Серьезный и вместе с тем не настолько, чтобы быть человеком, который… Страдания возникают тогда, когда вы зацеплены за то, чтобы вас поняли. Вы хотите, чтобы она вас поняла и приняла на фоне понимания. А если бы вы узнали, что вы, будучи в высоком астральном плане, договорились, что она не будет практиковать, но для вас это архиважно, чтобы вы получили опыт, потому что в прошлой жизни у вас были другие суждения, которые породили вот эту ситуацию, и вы сейчас отдаете просто долг, проще говоря. И этот человек очень духовный, просто он играет в недуховного. Тогда замените это отношение на позитивное, даже если это не так. Начните думать таким образом. Тогда все изменится. Постарайтесь, дайте возможность себе шанс, в первую очередь. В конце концов, интересно же, чем все закончится. Методики Горяева и Крия можно совмещать? Я с ним общался. Он получил от меня в свое время работу, я ему отправлял ее. Он ее читал, смотрел, и даже отзыв оставил, потому что он как ученый, он мне так и написал. Я ученый. И мне, конечно же, очень важны конкретные результаты всего этого. Но то, что вы написали, прислали, это очень интересно. И я ему отправил теорию божественного сосуда, объяснил, как этот механизм работает, потому что в своих лекциях в свое время он говорил о том, что очень важно найти вот эту связь с Высшим. Он все время говорил о Боге, хотя он ученый. Это очень прогрессивный был ученый. И он говорил о том, что вот этот метод волновой генетики, которой, в общем-то, он занимался всю свою жизнь, он это воспринимал как божественную энергию, которая дана нам, как информация, которую мы можем взять, получив, осознать, там же есть коды, через эти коды осознать связь с этим. То есть он шел через вот этот научный метод. И в свое время я отправил им это, и никаких противоречий нет в этом смысле. Сегодня во время концентрации на божественном сосуде поймало состояние тишины. Мне показалось, если делать это в жизни, то можно увидеть привязанность. Конечно. Потому что это и есть метод ухода от той привязанности через пробуждение высокой осознанности. Когда есть высокая осознанность, тогда у вас есть понимание, что этого не надо делать. Когда ум сомневается, он говорит, ну, я понимаю, что не надо, но может быть, и так далее. А осознанность — это воля, энергия плюс знание. И не забывайте, что иной раз вот такого рода события все, они еще ознаменованы тем, что в этот момент может быть какая-то планета негативная, тот же Раху, Кету, допустим, работает, да, где человек, казалось бы, понимает, что это, но он ничего не может сделать, потому что его что-то толкает на это. Вот какая-то сила. И здесь нужна воля. И если вы входите в божественный сосуд, то там планеты не работают на вас. Даже позитивные планеты не работают, потому что вы находитесь в сфере духовно-божественного пребывания. А астральный план глубоко внизу там, далеко внизу. Веды внизу, когда вы в божественном сосуде, но я имею в виду по-настоящему состояние, Веды, они находятся в причинном плане, в момент формирования всего этого. Вот Веды там работают. Понятно, что они возникли из очень высоких планов, но они... Вы знаете, что Веды имеют аспект личности? Почему Веды живым считаются явлением? Потому что они, по сути, это проявление Бога, да, в той или иной степени. И это живая сущность, они вибрируют. К чему я это все говорю? Если вы совершенно верно, вы когда входите в состояние, вы проваливаетесь сознательно-осознанно в божественный сосуд, включаете механизм, ваша осознанность растет. В момент, когда растет осознанность, вы четко понимаете, что вас это не трогает. Я же на семинаре говорю о том, что если вы чувствуете какие-то волнения внутри себя, допустим, вы чувствуете, что с вами что-то происходит, какое-то наваждение, неприятное ощущение, либо что-то болит, может быть, либо душа болит и так далее. Но что-то, что вы хотите убрать от себя, либо вам муж или жена что-то говорит, что вам очень не хочется, вы сразу в божественный сосуд уходитесь. Я в домике. Буквально 3-5 минут, все, меняется ощущение, меняется восприятие, уходят все эти наваждения, все. Это такая форма исчезания. Божественный сосуд это то, что делает вас более осознанным, потому что приток жизненной силы внутри вас. Когда вы теряете силы, это говорит о том, что вы думаете, а когда вы думаете, вы теряете силы. Энергия рассеивается. А пребывание в божественном сосуде, привычка находиться там, это же не просто физическое пребывание, вы же осознаете, осознанность растет. Когда вы находитесь в божественном сосуде, пробуждается продолговатый мозг, запуская механизмы, он начинает усиливать работу мозга, у кого есть. И в крии-йоге мы добиваемся того, что наш спинной мозг становится мыслящим, так же, как и головной. Это и есть эволюция. И в этом состоянии для вас уже не составляет труда сделать или не сделать то, что вы не должны. Субтитры создавал DimaTorzok